Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Телевидео компания «Исламский мир» предлагает вашему вниманию цикл документальных фильмов «Исламская молодежь». В этих программах мы, иншаллах, постараемся рассказать о жизни молодых людей, соблюдающих нормы ислама, их увлечениях и планах на будущее. Сегодняшняя программа посвящена молодой москвичке, вчерашней школьнице Галие Идрисовой. Жизненным кредо Галии является изречение пророка Мухаммада, мир ему. Облегчайте и не усложняйте, радуйтесь и не огорчайтесь. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сейчас находимся в гостях у одной из наших сестер Галии, с которой мы познакомились на съемках одного из наших документальных фильмов. И заинтересовались очень этой девушкой, и захотели с ней поближе познакомиться. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатухам. Я приветствую вас сегодня, сестры, я вас очень люблю. Я вообще очень люблю ислам. И хотела бы, ну не то что рассказать, просто сделать маленькое повестование. Дело в том, что меня зовут Галия. Я учусь в 11 классе. Вот, так же в художественной школе, в институте. Ну еще там в некоторых местах. Нам очень интересно было бы узнать, как вообще ты пришла к этому, пришла на этот истинный путь. И как ты сопоставляешь свою жизнь светскую со своим духовным миром внутренним. Ну, мой путь в ислам начался, ну не такого какого-то определенного отрезка времени. Ну просто я пошла в Мадерсе, меня заставили туда пойти, мой самый лучший в мире брат. Вот, и ну как бы он меня постоянно ругал, почему я хожу в коротких юбках, почему мне уже вроде... это было в 9 классе. Почему я уже взросла, я уже должна ходить в нормальной одежде, почему я хожу в коротких юбках. И вот меня постоянно добивало, начинало мне говорить, почему, почему. Постоянно мне понукал, понукал. Ну вот. И случилось так, что как бы меня, ну он, ну даже, ну да, он отправил в лагерь в исламский. Вот. Ну я не хотела туда особо ехать, ну как, я там никого не знаю, ни с кем не знакома, знакомых нет. Вообще, мне как бы это было все не очень интересно. Ну, все было нормально, познакомилась с людьми там. Просто пообщалась, был достаточно интересный. Вот. И все закончилось тем, что мне просто не захотелось оттуда уезжать. Все там было классно, понравилось. Ну, среди мусульман, очень там здорово, просто понимающиеся такие. То есть в лагере ты впервые оделал поток? Да, в лагере впервые оделал поток, и нормально было все. Вот. И решила, что все, после девятого класса, после этого лагеря, в десятом классе одевай поток. Нет. Этого не случилось, потому что я, как представила, почему-то очень страшно стало. Я не знала, как отреагируют мои родные, как отреагируют одноклассники и вообще мои друзья. И было немного страшно. Ну, как бы потом я решила подождать с этим и набраться знаний, как бы углубить свои знания в исламе. Ну, стала ходить в мечеть, именно вот на проспект Миром. Ну, там особо мне ничего не дало, как бы, там такой дисциплины особой не было. Вот. Потом я пошла, опять-таки, благодаря моему лучшему в мире брату, на поклонную гору. И там-то все, в принципе, началось. И все, пошло-поехало, лекции слушала. Вот. И летом 2001 года я поехала во второй мусульманский лагерь в городе Бугурслане. Ну, там, как бы, мой иман очень сильно укрепился. И вот после него я делала хиджаб. Все. До того, как ты пришла в ислам, вот так, стала исполнять там предписание, читать намаз, появляться в обществе хиджабе и так далее. До этого у тебя были какие-то представления о своем будущем? То есть, какие-то хобби, привязанности? Ну, рисовала я с первого класса. Меня мама отдала в кружок рисования. Вот. Но именно ни за что в жизни я бы вообще не думала о том, что я когда-нибудь буду читать намаз, одену хиджаб. И вообще, что я буду ходить в мечеть. Нет, в голову даже не могу прийти. Даже в девятом классе. Ну, просто я себя представляла, я не знаю, каким-то там... У меня была своя фирма, вот, я помню. Даже вот в пять лет я представляла, что у меня там своя фирма. Я там такая крутая, на Мерседесе подъезжаю. Там, я там... Ну, короче, все то, что показывают в американских фильмах по телевизору. Типичное такое вот представление штампованное. Чем ты занималась, чем ты увлекалась, то есть свой круг общения? В детском саду, я помню, было такое-то, что у меня в три годика, ну, вот, в детском саду или в четыре, вот так, у меня уже было два телохранителя. Они меня охраняли. Вот. Была небольшим разбойником, таким тихим разбойником была. Вот. Ну, в принципе, все думали, что я как бы тихая, такая спокойная, а на самом деле нет. Позорщик. Потом я пошла в школу. У меня была потрясающая учительница, мне все нравилось. Была одна лучшая, единственная подружка. Вот. И мама меня отдала в художественный кружок, в художественную секцию. Там я рисовала всякую ерунду. Ну, и с этого, с первого класса вот все поехало. Это именно вот как бы точка отсчета моей такой невероятного, безумного графика. Потому что я приходила со школы, я тут же шла буквально через час в этот кружок, потом еще в какой-нибудь кружок. То есть, там был дом пионеров, и там несколько кружков сразу. Я вот как бы это все совмещала, то в одном, то в другом. То есть, бегу вот так вот, из кабинета в кабинет. Так, то, что у меня сейчас сохранилось в памяти, куда я ходила, ну, то, что я посещала. Так, это было модельное, как бы там, ну, не то, что агентство, как бы модельный кружок или что-то подобное. Нас там учили ходить, мы там что-то мерили. Там, нас учили, как это ходить, это было лет в 13-м там, так вот. Так, лепка, это там мы скульптуры лепили, резьба по дереву. Рисование, само собой, продолжается и по сей день. Конный спорт тоже вот по сей день. В бассейн ходила на плавание. Так, ходила на акробатический рок-н-ролл. Там мы танцевали парами, ну, и куда ходила, я уже не помню. А, на вязание, на шитье, на лепку, на соломку. Ну, в общем, это мои первые сутки. Правда, они сделаны на арголите, это первый класс, да, вот. Первый день в кружке. С этого началось. Когда, предположим, я закончила художественную школу, это случилось в прошлом году, вот, и я просто не представляла, как это так, я вечером никуда не буду ходить. Просто у меня был, начиная с седьмого класса, такой график, то, что первые половины дня я учусь в обычной школе, а через два часа или через час у меня художественная школа. И приходила я вот последние два или три года, вот, где-то в десять, вот так, вечером. Для меня это было нормально. Уроки я делала в метро, на переменках, вот. На уроках? Да, на уроках, ну, по-всякому. Вот. И дома. После десяти, одиннадцати. Как бы для меня это было нормально. А в прошлом году я была просто в шоке. Как так? Я больше никуда не буду ходить, что я буду делать вечером? Вот так вот. Ну, потом все равно я как бы пошла в художественную школу. По выходным в мечеть, соответственно, все это мне очень нравилось. Вообще, просто вот в мечети очень интересно, потому что там такие очень интересные девушки. С ними можно поговорить обо всем. И об искусстве, и, в принципе, у кого какие проблемы, в общем. У кого там с работы, у кого с женихами, кому-то чего-то нужно, кого-то там что-то личное интересует. А сейчас мы поговорим с подружками Галии о том, как они относятся к своей сестре-мусульманке и подружке. Какую мусульманку они в ней видят, и что в ней им, может быть, не нравится, или они хотели бы подправить. Вот Индира, Венера и Юля. Сначала Индира, как ты думаешь? Галия очень прекрасный человек, как подруга, как мусульманка. Индира всегда может помочь в трудную минуту, к ней можно всегда обратиться за помощью, она совет доздельный. Альхамдуля, что есть такие сестры-мусульманки в наше время, с которыми можно и поделиться, с которыми можно попросить стоять, действительно кататься на роликах, также ходят в из-за студии. Альхамдуля, я бы хотела сказать, что на самом деле, действительно, ислам — это образ жизни, но при этом мы не должны забывать радости в жизни. Она поддерживает этот образ жизни активно, и Альхамдуля, слава. Если честно, то Галия мне очень большое давать делала своим тем, что она пошла в школу, в юджабе, тем, что она не обращала внимания на разговор, на сплетни, на негативную сторону, а держала свои стороны, держала свои мнения. Галия очень коммуникабельная, очень общественный такой деятель, и когда у некоторых вопросов трудно, действительно вспоминаешь некоторые ее действия и переносишь это в жизнь. Например, когда была проблема с намазом, я вспомнила, что Галия читает намаз под лестницей, и так же поступила, и все выше мне послала облегчение в этом потом и позже вопросе. Так что то, что действительно ведет активный образ жизни, это хорошо, наверное, немножко не надо перегибать палку в этом отношении, и держать всегда баланс между поклонением Всевышним, общественной деятельностью всем. Когда я ходила в мечети, я чувствовала какую-то именно поддержку, поддержку среди мусульман, то, что я среди своих. Ну, твоя жизнь в Исламе уже, она как-то ограничивает твою такую бурную активность в жизни. Я ли ты этого не почувствовала вообще? Нет, Ислам на самом деле, он как бы, он мне дает намного больше преимуществ, намного больше возможностей. То есть, даже когда вот начинается такая лень, ой, я никуда не пойду, мне ничего не нужно, ну такая лень. Я устала, там, или всякие отговорки, как бы я, ну, стараюсь вспоминать то, что, как бы, учиться, это Аллах нам приказал учиться, и мы должны учиться всегда и везде, потому что мы пример для других людей. Мы должны делать Аллах везде, везде, где находимся, наше поведение, то, как мы одеваемся, то, как мы себя ведем, разговариваем. Просто, на самом деле, вот, внимание к нам, к мусульманам, очень прикольно, даже вот не в школе, а потом сказали, то, что было такое, то, что мы следим там за каждым своим движением, то, что смотрят, то, что я говорю, как. Предположим, в классе, когда я читаю доклад какой-то, или реферат, или что-то подобное, класс замолкает, тишина, они поворачиваются, рты открывают так вот, я не знаю, и слушают, что же я такое интересное скажу. Очень, вот, даже когда я делала хиджам, вот, когда вот стало явно, то, что я мусульман. Кстати, а когда ты делала, ты уже в школе училась? Да, да, в одиннадцатом классе, в самом начале, даже вот после лагеря, после второго лагеря. То есть на первый сентября ты пришла уже в хиджам? Да. Народ был в шоке. Но они просто не поняли, что произошло. Как бы не поняли, и потом я так его еще повязала, очень интересно. Ну, все закрыто, что я, все закрыто. Просто они подумали, что это как на праздник я так пришла. Вот, когда прошла первая неделя в школе, и они все думали, что же я платок не снимаю. Пошли вопросы, ты что, лысая? У тебя что, проблемы с волосами? По-настоящему ребяту уважали. Вот они уважали именно, относились как бы с таким почтением. То есть там, предположим, если нужно пройти, как бы, я даже не говорю, дайте пройти, они сами расступаются. Как бы, ну, пропускают, очень уважают там, и что-то приносят там, я не знаю, чай так принесут, так смотрят еще там, как я иду куда-нибудь так. Ну, что, им же интересно посмотреть. Хотя бы они будут знать, как выглядит мусульманка. А то первое время они думали, что я монашка. Угостив нас сливовым соком с печеньем, Галия показала свои работы. Видите, вот это вот, можно сказать, символы славы. Тоже, ну, в принципе, ну, не столько символов, просто, как бы, ночи, день смены, смена дня и ночи. Вот, и в то же время этот полумесяц, как бы, изредка, если уж совсем, не знаю, плохо или что-то не так, просто напоминает, как бы, об исламе. То есть, ну, даже столь незначительный символ, как бы, все равно действует как тут, на подсознание, что ли, я не знаю. Вот, а вообще, как бы, я помню, есть такой аят поистине в смене дня и ночи, есть знамение для обладающих разумов. Ну, вот, видите, день и ночь. Это моя дипломная работа была. Ну, за нее я, естественно, получила пять. Вот, смотрите, как бы, кирпичная стена, стена. У меня вообще диплом назывался тема стена. Это всегда препятствие, это всегда какие-то барьеры, какой-то тупик. И вот здесь вот такое написано. Для того, кто обладает проницательностью и единого знака, довольно, тому, кто не научился внимать, не хватит и тысячи объяснений. Это сказал Хаджи Викташ. Вот это, пожалуй, моя любимая работа из этой серии. Поскольку она, в принципе, завершающая, я вам не по порядку показываю, вот именно она завершающая. То есть вот после вот этих вот предыдущих работ, и тех, которые еще будут, просто вот эта стена, вот, как вы видите, здесь написано по буквам, по арабским буквам. Беси-ляхи-рохмя-ми-рохим. То есть как бы стена, она раздвинулась, и у нас есть прямая дорога, у нас есть явное все. И вот как бы вот эта вот бабочка, она такая, видите, вот яркое, такое яркое пятно, и тоже летит вот к именно конечной цели, в эту бесконечность. Понимаете, вот космос, вот много звезд, вот что-то такое вот очень глубокое, это вот вечность, бесконечность, к которому, в принципе, бабочка, то есть мы, наша душа, она должна всегда стремиться. Вот она, прямая дорога, но ее не все могут видеть, поскольку вот эта работа, она расшифровывает ее, видите, вот именно вот этим вот. Понимаете, это, ну я думаю, действительно, тот, кто может обладать проницательностью, ему станет понятен смысл этих, таких вот картин. Это вот такое зеркало, видите, оно опять-таки на стене, и в таком вот золотой оправе, в такой невероятно красивой, правда, недоделанной, но это умышленно недоделанно, в этом тоже есть своя символика. Это тоже что-то в этом моде, то, что это опять-таки стена старая, штукатурка, вот эта вот вся грязь, она все равно когда-то опадает. И опадает она благодаря людям, тем, кто обладает проницательностью. И вот этот вот выключатель такой, тоже он такого старого типа, и он тут сформулирует, как бы символизирует то, что свет, когда включен, мы видим вот эту всю пошлость, вот эту всю, ну не то, вот эту фальшивку мира. А тогда свет выключен, когда у человека закрыто сердце и на глазах пелено, он никогда этого ничего не увидит и не поймет. Ну, в данном случае свет включен. Тоже одна из работ из этой серии, тоже стенка, такая красивая, кирпичная. Вот, и, ну, как видите, это замочная скважина, но это нереально, в такой толстой стене, вот, и замочная скважина. Естественно, какой ключ тогда? Никакой. Вот, и смотрите, лестница вверх, и в то же время, если смотреть, лестница вниз. Как бы дорога поворачивает, и в то же время, видите, вот, то, что дорога поворачивает, это часы. Часы-время у нас времени очень мало, надо очень беречь свое время, как можно больше его использовать по назначению, а не в пустую тратить. И в то же время, вот там вот, именно за временем, как бы, часы, вот они висят, эти ключи, в виде стрелок часов, понимаете? То есть, именно вот от этой стены, от этой ужасной преграды, от этой, вот эти ключи, которые символизируются временем, они, вот, подходят к этой замочной скважине. Галерия, очень интересно, ты показала свои работы. Вот, что у тебя, какие планы на будущее? Как ты собираешься реализовать свои вот знания, которые у тебя уже накопили за это время, и увлечь во что-то? Что-то сделать в своем, может быть, какие-то задумки есть? Ну, таких, как бы, глобальных, я не могу сказать, что, знаешь, что-то будет там через 10 лет, нет. Просто вот на данный момент, как бы, я сейчас заканчиваю 11 класс, выпускной вечер, все такое. Вот, а потом, иншаллах, поступать в институт. Ну, как бы, основная такая цель, так как, поскольку я рисую, надо во что-то это превратить все-таки, использовать свои умения, какие-то навыки. Иншаллах, я с помощью Аллаха буду поступать в текстильную академию. Вот, а в текстильную академию я буду заниматься вот этим. Это, как это объяснить? Я не знаю, но, в общем, как. Экзамен таков, и суть тоже такова. То, что я прихожу, мне дают листик, предположим, там, или веточку, вот в данном случае веточка березы. Вот, мне дают веточку березы, я ее должна нарисовать. Мне задают колорит, например, вот этот колорит называется огненная лава. То есть, как бы, огненная лава, что она себе представляет? Это что такое красно-коричневая, непонятно забрызванная, так? Ну, вот она и есть. Вот я рисую веточку березы, как бы, не совсем натуралистическую, но, как бы, напоминающую ее. Вот, и в то же время, как бы, цветом лавы, приблизительно, вот, символикой. Естественно, вот этих брызгок по краю нет, это эскиз должен быть. Вот, а в конечном итоге это я создаю материал, как бы, узор на материале. Вот, а здесь вот, на этом же месте я должна нарисовать интерьер. Вот диван, предположим, стол, там, шторы, картины, ковер, ну, неважно. Что-нибудь надо просто придумать свое. Вот, и вот этим материалом обтянуть надо вот этот диван, вот, как вы видите, вот, ну, как бы, вот, на картине его обтянуть. Вот, и все задать в таком же колорите, вот, соответственно, в колорите огненной лавы. Вот, или, предположим, вот эта работа, эта новая техника. Ну, тоже такого же типа, вот, что и эта, просто, ну, она еще не доделана, тоже вот такой вот материал, такой фактура. Я думаю, хиджаб из такого материала было бы классно. Такой вот, красненький. Ну, вот, и все в таком роде. Вот, Ринат, меня очень, вообще нас всех, я думаю, очень интересует, допустим, что, вот, как и отец, как и брат, любой, очень заботится о своей, о своей младшей сестре, допустим, или о дочке, глядя на то, какая сейчас молодежь. То есть, как молодежь сейчас разлагается, какие у нее нравственные ценности. Я думаю, ты тоже глядя на свою сестру, как она растет, вот, об этом заботился и переживал, особенно после того, как пришел в ислам, увидел другую молодежь. Вот, и как вот ты к этому шел? Ну, вообще, начать с того, что, прежде всего, за ней я начал наблюдать, именно действительно серьезно за ее поведением, стараться как-то ее воспитывать поначалу, именно после того, как пришел в мечеть. Потому что там именно познаешь ценность родственных связей, ценность семьи, именно, что все это нужно соблюдать. Поэтому, естественно, отсюда больше любви к отношению и к своим родителям, близким, и также к моей сестренке маленькой, от которой еще была на тот момент восьмой, девятый класс. И просто было, на самом деле, страшно, что вот то, что происходит на улице, насколько, как молодежь портится, особенно в этом возрасте, если просто не туда, куда-нибудь пойдет она, в какую-нибудь плохую компанию, с плохими людьми свяжется, в какую-нибудь плохую компанию попадет, то она просто испортится и погубит свою жизнь. Ну, а сейчас я вот вижу, что она в хорошей компании находится, то есть она не пьет, не курит, нигде там, ну, не гуляет, с уважением относится к своим родителям, то есть воспитание ее лучше, даже, чем раньше было. То есть она не испортилась, она, наоборот, стала лучше. В то время, как мы беседовали с Ренатом, Галия собралась, и мы все вместе отправились на ее выпускной вечер. Главным маяком в вашей жизни должно быть человеческое порядочное. Вот если она у вас будет, то вы в этой ситуации не собьетесь. Вы сможете отделить истинные ценности от ложных ценностей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Последний дик расставания, дарим мы песню вам на прощанье. Знаем, со школой жаль расставаться, вам разлетаться, нам оставаться. Знаем, со школой жаль расставаться, вам разлетаться, нам оставаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Рradas Рассказывается Кroads Р was Рассказывается Рассказывается Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Несколько часов, что мы провели с Галией, прошли как один век. В заключении, нам бы хотелось пожелать Галие, чтобы Севышний не оставил ее для своей милости и помощи. Ассаляму алейкум, барахмату Аллахи, барахмату Аллахи. Ислам? Ну это действительно просто образ жизни, в котором я живу и собираюсь жить в дальнейшем. Вот и все. Выключайте!